В преддверии празднования Дня независимости Республики Казахстан в пожарной части номер 5 Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай прошел в день открытых дверей. Гостями мероприятия стали представители СМИ нашего региона. Пожарная часть номер 5 была построена в 1985 году. На ее территории имеется спортивный комплекс, футбольное поле и теннисный корт. Само здание состоит из четырех этажей. Первый и второй этаж являются административной частью, где находится диспетчерская, гараж, столовая, комната отдыха, а также зеленый уголок, где живут три попугая. На третьем и четвертом этажах расположено общежитие для сотрудников, в котором также живут пенсионеры. В настоящее время в пожарной части имеется 10 единиц техники и штатная численность сотрудников составляет 52 человека. У нас ребята сутками работают, также они сами готовят. В караул заступает 11-12 человек. Ежедневно кто-то заступает по очереди, заступает в дежурство по кухне и они сами себе готовят. Наши ребята постоянно, ежедневно выполняют свои поставленные задачи умело. Сейчас на данный момент находятся на пожаре, тушат автомобиль. Начали с похолодания дома, горят и автомобили. С утра уже второй вызов у нас автомобиль. Наша съемочная группа дождалась пожарных, которые выехали на тушение горящего КамАЗа. Нам удалось поговорить с одним из спасателей, Аяном Али. Он рассказал, что работать пожарным мечтал с детства. В 2021 году я окончил Академию гражданской защиты имени Малика Габдулина города Кокшитау. В пожарной части номер 5 работаю три года. За это время было много происшествий. Я участвовал в тушении примерно 50 пожаров. Сейчас в связи с изменением погоды их количество возросло. Работа у нас тяжелая. Она требует как физической, так и психологической подготовки. Поэтому готовиться к поступлению в Академию я начал уже со школьных времен. Окончил обучение и сейчас стружусь на работе своей мечты. В завершении мероприятия присутствующих ознакомили с мемориалом, который посвящен пожарным, героически погибшим при исполнении служебного долга. Валерию Белоножко и Рахамгалии Кенову. Все произошло в 1993 году, когда на цементном заводе города произошел пожар. Горела конвейерная лента, которая и обрушилась на спасателей. Руководитель пожарной части считает, что мемориал будет напоминать сотрудникам о важности соблюдения правил безопасности и о том, что их ждут дома.